Важный момент, я сейчас вспомнил, мы в первой серии не выбрали MVP до сих пор, а надо бы, Митяй. Ну, пришел Дима, он сказал OneScore, OneScore поставщик задушил, наш это шамане. Все, записываем. Да, друзья, мы на самом деле будем выбирать MVP каждой серии вместе с аналитиками. Вот в первой мы выбрали OneScore, иногда мы будем выделять несколько человек, и у нас в ВК будет идти потом голосование, соответственно, на MVP дня. То есть мы предлагаем вам несколько кандидатур MVP серии, вы выбираете из этих MVP серий MVP дня, а в конце всей Эпик Лиги по количеству голосов мы посчитаем, кто стал MVP турнира, и он получит от организаторов приз. Вот такая вот информация. Ну, вообще, я сказал OneScore шутку, ну ладно, пусть будет. Вот так вот, Дима, обманул всех, получается. Ладно, наше доверие, будет так не очень много. Иногда, иногда нужно шутить, преувеличивать, господа, для этого я здесь. Ну, это, знаешь, как напоминает мне Соло очень ситуацию, когда он выигрывал все эти голосования у нас на всех лигах, где они были. То есть любой матч выиграл, прогрелал. Даже если он не участвовал. У Соло, да. Ну, если он есть в голосовании, то да. Да. Вторая карта, Экстремум против Эмпайр. В первый, в общем-то, Экстремум. У меня такое ощущение, что вот все-таки простота драфта какая-то, она здесь тоже имеет место быть, имеет место побеждать. Потому что, ну вот Ликан, тебе нужно взять его, реализовать, как-то давить. И с другой стороны, Медуза. Все, что тебе нужно, это ее немножко защитить, отфармить, и дальше уже все слишком просто. А то, смотрите, Владимир, сейчас этого Ликана нет. Вы почувствуете его, как же хорошо. И справа, и слева. Смотрите, он может появиться. Команды задышали. Нет, слева он уже не появится. Там Тайтхантер, там без вариантов. Как же хорошо его. Нет, он отсутствует, и команды теперь могут хоть что-то сделать с драфтом. В общем, этот, там Тайтхантер, его не будет, он появляется, и видос для умника уже варится про тебя. Ну, говорю, если появится Ликан Троф справа, то умник уже будет писать видос про тебя. Он может появиться справа. Мне кажется, уже про меня можно просто после сегодняшнего спирит-брейкера вместо инвокера писать. Смотри, он может по-любому появиться, потому что фуриончик уже имеется. Спирт-это, конечно, здорово, но АОИ у нас нет, зоопарк решает, зоопарк давит. Важный вопрос, Димон. Насколько ты думаешь, волку мешает лес? О, кстати, слушай. Насколько волку может помешать лес? Я думаю, что у тебя получилось закрыть всех разом. Идеально. Какое микро нужно разобрать? Я смотрю, теперь Ликан не появится ни там, ни там, потому что слева Медуза, она его фармит, причем на линии очень хорошо стоит. Это мистер один брони приходит на сложную линию, ну и Медуза просто тыкает по нему, потом тыкает по волкам, потом он уходит в лес, она тыкает по вышке и параллельно забирает боковой лес. Короче, там без вариантов, поэтому Ликану не быть. Оцените фишку. Мы вспоминали в конце прошлой игры, что произошло, и выяснили, что Персей отрубил голову Гаргоне и показал ее Левиафану или там Кракену, и тут у нас появляется Левиафан против Гаргона. Ты весь список обозначил, кому он показывал. Ну да, я на самом деле зашел. Это как фотография. Он показывал всем, он показывал, вот любой человек приходит и говорит, Персей, ты не прав, ему все, он уже стоит статуя. Так может быть все вот эти античные, крутые, очень человекоподобные скульптуры, это его наследие? Может быть. Смайл сказал вообще, что Атланту показал и превратил его в горы там, в какие-то, в какие-то вариантов много. Атлант согнул колени, да, и проиграл. Вот так вот. Собственно, хотя, ну ладно. Персей красава. Персей жесткий, да. Ну, кстати, у нас в доте нет Персея, который отрубит голову Гаргоне, но у нас есть Гаргона, которая может... Которая может посмотреть на Персея. Что это может? Посмотреть на Персея. Может, да. Будешь ее Персеем? Не хочет. Ну ладно. Ну, что, все. В следующий раз. А Профит, это Профит пока непонятно. Это Флекс неизвестно, чем будет делать. Флекс неизвестно. Да, если там появится куча героев, которые хорошо преодолевают спруты и просто летают, то понятное дело, что мы просто свищем на пятерочку. Он летает по всей карте и ставит варды. Вообще, по кайфу он, в самом деле. Пеньков вызвал, отправил, показал, где противник. Там, где его нет, пошел, поставил вардец на будущее. Я сейчас попытался представить, как ли он пытается из Медузы монодрейном высосать ману во время Стоунгейза. Или чем-то подобным заняться. Не очень круто работает. Ну, монодрейн и кулдал маленький. Берешь Пугневича и заливаешь. Так, это рука. Отличный герой против Сайт Хантера. Я уже... И против Леона. Я уже на заливах ребят сразу, с нулевой. Вот они героя еще не взяли, но уже достучались до моего сердца. Ну, стрелки, стрелки. Ну, не хватает, да, немножко жира какого-то героя, который вперед пойдет. Медуза. Медуза сделает это попозже. То есть, ему, знаешь, старт игры тоже. Ну, 20-й минуте она пойдет. Коммент во. Ариадану спас. Ариадну? Ариадну. Ариадну. Я даже не знаю. А вот Атлант, расправивший плеч. Ну, кстати, да. Медуза все лучше. С тебя заходят прям. Ребята просто контрпикают сами себя. Сейчас давай подумаем, кого сильно убивает Рубик. Какого-то андерлорда еще возьмем, чтобы он отцеловал у него фэршторм. Вообще, третий началась. Рубик убивает тикера. Тикер убивает симвера, убивает... Он всех убивает. Рубик красава, получается. Разваливает. Сын Аганима. Между прочим, да. Между прочим. Да, да, да. Запчасти посоха его отца. Каждый хочет у себя поносить. Плюс его уеццепили. Он тоже не жирничный, но тоже хороший герой. То есть у них реально очень крепкий рассказ. Ну, если это... Сейчас они там доберут пятерку. Это профит, даже корт на тройке. Это же, в принципе, плотный персонаж. У него очень хорошие статы. И присутствие собирается. Ну, статы и так получилось. Владимир, что я тут провел исследование. Тут уже почти у всех героев хорошие статы. Исследование? Да, когда-то было так, что одному фуриону повысили статы. И такие, вау, фурион крут. И он действительно был очень крутым. Он был ферспиком. Но потом что-то и всем остальным героям начали накидывать ловкость. Там, чуточку силы, чуточку ловкости. И уже все бегают. У них там уже просто ловкости 3+. У некоторых там еще 3,5. Короче, прошла эра статов фуриона. Понял. У остальных героев у них с статами тоже был имперед. Осталось прочитать где-нибудь. Заходишь в интернет, и исследование показало. Эра статов фуриона прошла. И ссылка на клип на этот эфир, собственно говоря. Ну, хорошо. Значит, тогда нужно что-то пожирнее. А фуриона на пятерку. Ну, наверное, да. Ну, посмотрим, да. Потому что он пока не улыбается как хором. Он здесь очень тяжелый. Ему здесь неприятно играть против Тайтхантера. Вообще каких-то кастеров лучше набрать, чтобы этот якорь не дебафал. Так больно. И если бы на месте имперцев были бы не имперцы, а были бы OG, Secret, я не знаю, кто угодно. ВП, Na'Vi. То я бы пик слева уже бы закопал. Потому что справа Лордитан, который делает ноль брони. Опа. Всем макачам. Фантом лансер. Ну, кстати, еще один способ справиться с Медузой. Еще одна попытка это сделать. Попытка, да. Сус Ларк тоже были дефузай. Типа вроде тоже неплохо бьет. Просто там перефармил. То есть тоже там может быть. Она перефармит его и будет разваливать за счет овердэмэджа. Четыре героя, у которых есть возможность драться раз в комбу. Без комбы очень тяжело будет играть. То есть Пэл, очевидно, никуда не ходит. Сто процентов стоит, просто фармит. И у тебя получается Тайтхантер, Леон и Элдер Титан. Типа у Леона 150 секунд, Тайтхантер там 180, ну и сколько? 120. То есть они реально воюют там раз в две с лишним минуты. Ну, большие кулдауны. Ну, имперца стреляли, да. Их могут нести, причем так конкретно, с пиньками Фуриона. Тут слева кулдауны, вообще их почти нет. Ну, Медуза стоит и стреляет. Ну, слева их почти нет. И причем челам справа надо как-то вот еще это все делать, скомпоновать, типа, каким-то даркстиром, чтобы они вот еще в одной точке все были, чтобы это все сработало. Потому что если ты все вкинул, допустим, как в Леона в первой игре вбежали, ну, убьешь ты этого Рубика или Фуриона. А что дальше делать? То есть ревиджа нет, стомпа нет, пальца нет. То есть очень такой напряженный драфт. Да, и вот они как раз банят что-то такое пожирнее на третью позицию, банят андерлорда, понимая, что что-то подобное может появиться. Ну, он просто против Пэлла же лучший герой. Очень хороший. И на линии вообще не можешь ничего делать. Здесь еще Тиммер, который, кстати, в бане, да. Тиммер уже убрали. Тиммер тоже лучший герой. А что там еще по лучшим героям? Ну, стикера можно пробовать, мне кажется. Вроде как стоябельная штука. Вообще против драфта имперцев еще Леший прям улыбается. Вот этот. Да, Леший улыбается, потому что, смотри, просто пачка милишников заходит. Ну, если, я опять попробую такой, сделать легкий шаг. Если они все-таки профита на тройку сдвинут. Он не нужен на тройке. Ну, тогда ладно. Давай на тройку. Я, короче, вообще за регионку, на самом деле, чтобы у тебя еще был под сейв. На мидорскую пресс-атаке, да. Да, чтобы ее вообще не забыть, она просто их развалила. То есть, врывается там Титхантер, Леон, что-нибудь такое. Это пресс-атак, и она пошла убивать. Против Леона довольно сильно смотрится. Ну, да. Да и против Леона. Ну, и на линии, то есть, Тябур. Это же Тан Титаном, а у тебя просто герой взял и убежал. Ну, будет у тебя, опять же, на линии ПЛ плюс тот самый, Фурион, Леон. И ты приходишь к нему в два сильных раскастера. Типа Рубик плюс Легионка. Что-то такое. Добрали Эмбера в мид. Плюс контроль. Хотя у Йошеров есть герой, которого я не очень люблю, но даже он здесь смотрится шикарно. Это Сэн Кинг, потому что очень легко играть Сэн Кингом, когда просто бегает пачка милишников. Но там сложно промахнуться эпицентром. Да, это они. Это мои мальчики. Но я же был в финале, комментировал, анализировал. Я ни разу не был. Но я анализировал. Ничего, скоро все там будем. Короче, Сэн Кинг. Наш кандидат, да? Он просто нажимает Сэн Шторм. Нет, это Дерксет. Ладно, он просто нажимает щит. На своих ребят он уже полезен. Давай так. Так, давай. Я про то, что Дерксет у нас очень плохо выступает. Все гранды Дерксера уже проиграли с твоей серией. Да, у него еще в команде. Шачло тоже играл. И тоже плохо получилось. Короче, мы на ребят справа, ты хочешь сказать? Но мы на ребят слева, потому что иллюзии спела плохой не получаются. Вот так вот даже. Сейчас стал митей. Вы на ребят. На экстремум, короче. На экстремум, да. Хорошо, мои аналитики определились. А определились ли мои друзья из пари-матч? Они определились. Это 1.15 на экстремум. Ну, здесь все-таки они ведут 1.0. Но все равно коэффициент достаточно приличный. Всего, точнее, аж целая пятерка на Эмпайр. 1.15 на экстремум. Смогут ли экстремум дожать? Совсем скоро узнаем. Опять они будут свою медузу качать, обузить. А мы возвращаемся к комментаторам. Мила, смайл. Ну что же, экстремум и Team Empire. Вторая B3 серия. Вторая карта. На первой карте экстремум показали достаточно уверенную доту. А у драфта ли, как сказали наши аналитики. Что с этой второй карты? Как тебе драфты? Ну, есть та же самая медуза. Вот эти вот короткие кулдауны. Но, опять же, вот эти герои, они не могут биться в 5 на 5 против героев Имперца. Мне тут Имперца, наверное, больше даже нравится. У них есть, наверное, все, чем воевать. Опять же, Элдер Титан суперхорош против любых коров, да? Чтоб твой кор как бы преобладал в драке. У тебя есть, да, там есть долгие кулдауны на ультимейты. Но, опять же, есть и остальные скиллы, которым ты можешь воевать. Опять же, есть Эмбер Спирит, который такой сами парень, который может у тебя развалить весь early-mid-game. А против тебя, на самом деле, сборная солянка. У тебя Darkseer, не под что. У тебя вроде Рубик тоже, опять же, такой, знаешь, он соло-персонаж. Значит, Profit пятеркой, как я понял, да, будет выступать, да, год на Значит Profit. В общем, если они не перегангуют сейчас всю карту, экстремумы, и просто дадут Имперцам фрифарм на старте, то Имперца тут закроют с этими героями легко. Потому что у них реально суперсила, хоть и с большими кулдаунами. Вот наши аналитики предлагали Санкинга взять на третью позицию, и появляются Darkseer. Как ты уже отметил, здесь нет какой-то, знаешь, комбинации, даже, опять же, не знаю, хотя бы, хотя бы что-то. Ну, если, правда, Рубик подводит Спирита? Ну, непонятно. Не знаю, для меня солянка все равно. Так, что там год пишет? Все, пропустил. Да, это инфы. Вот инфа. А, про шарт. Дело в том, что у определенного сета Фуриона, вот нам как раз наш обсервер показывает, есть определенные проблемы, там не отображаются большие пиньки. И, соответственно, сейчас они договариваются, вот как раз нам показывают шарт. Некоторые не разрешают использовать в такой ситуации, когда непонятно, там маленький, мол, или большой. Вроде бы как-то так. Да я думаю, сейчас быстренько ремейк сделают. Кстати, интересно, это же уже не первый раз этот случай. У нас было такое на Америке, у нас было такое в СНГ, по-моему, кстати, с ВП было это связано. Они не разрешили использовать. Сейчас посмотрим, как судьи наши решат. Ну, обычная петиция на Reddit, да, которую создает проигрок, вот, и после этого сразу выходит микропатч. На следующий день, который это все фиксит. Поэтому, я думаю, тут сейчас быстренько все разберутся. Но это уже не первый день этой ситуации. Да я понимаю, да. Главное просто заакцентировать очень серьезно это внимание. Тогда это ГГ. Красивая тут туса, кузнец сидит. Так, судя по всему, они все-таки решаются админами. Как, по-моему, в последний раз это решилось так. Либо команда разрешила, либо не разрешила. Что там? Ан пауза? Возможно, у нас все-таки будет... Играют, все. Значит, Серега будет, походу, без шарда играть. А может и шардом? Можем поливать вообще. По-моему, админы сами решают. Если админы дают добро, то, в принципе... Странно уже, ситуация не первый день. И как-то просто снять предмет, это вроде бы не так сложно. Не первый год в рэпе. Наши обсерверы, ребята. Бирмонстр Дота, Фазластайм. Тоже большой привет. Огромное спасибо за работу. Ну, поехали. Ну что, война за баунти. Тут Саюш не даст забрать, конечно. Против Леона нереально. Если бы они изначально отогнали куньками. Подблок, может быть, неплохой. Тормознет. Да, хороший блок. И сейчас Регена много можно выбить здесь из Леона. Да, хорошо. Там еще под Блайтстоун, на самом деле, очень жестко год настреливает. Да, и там огромное количество хп теряет. Нужно до баз бегать, на самом деле, в ботинке. Потому что он сейчас не сможет вообще стоять против этого Фуриона, который с Блайтстоуном просто не сможет с него размениваться. Он сейчас все танги съест и будет стоять без Регена. Он даже фласку все купил уже. Честно говоря, в такой ситуации он бы и так не особо с Фурионом мог разминиваться. Но нам показывает Хантер, сможет какое-то время соло подстоять. Лучше сбегать на базу, полностью отрегениться и не тратить какие-то ресурсы лишние. Тай там в кустах стоит, экспопытается. Коэффициенты от нашего партнера при матче уже на карту. 1.95 на Тимфайр и на Экстремум 1.8. Нападение уже происходит сразу достаточно агрессивно на Дерксира. Как стандартно это делают, пока у него нет суржа. Пока только щиток. И, кстати, получается Дерксира очень даже неплохо расхарасить. Да, пробил хорошо. Очень много крипов собрал здесь. Тут сейчас можно еще эту иллюзию вывести опять же на пачку. Опять же Дерксира цепануть. И... Дерксира держит позиционку, не подставляется. Курьер года умирает. Там снизу цепанул Леон. Ботиночки как раз таки догнал. Ну и здесь попытка как-то шару как-то размять. Союз здесь стички получает серьезные. Да, с Фурионами по двух пеньков. Тут нереально просто разменивать. С Фурион, наверное, очень хороший как раз таки бобиситтер. Против вот этих вот линий жестких, да, которые сейчас новые появились. С Леоном там как раз вот эти трешки стоят. И, в принципе, постоянно доминируют эти лайны. И вот, значит, Профит один из лучших, наверное, героев, который может противостоять этому. Да, особенно против Леона ты просто направляешь на него этих пеньков. И так как Леон изначально купил сапог, никаких статов нет. И проседать будет Леон очень сильно, как мы уже видели под Блайтстоуном. Чув, опасно. Сейчас может тычек нормально получить. Да и, в принципе, Ишач тоже вкусный отпрят. Вокруг елок бегать, ждать, пока бас спадет. Так и он и делает. Да, Бацетан, конечно, буквально бьет. Работает на своего фантом-лансера. И видим, что отрабатывает он. Потому что у Пэлла очень хороший крипстат. Плюс большое количество динаев, как стандартная, против Дарксира. Ты стараешься добивать крипов. У тебя есть возможность, потому что там вначале его отогнали неплохо. Ну, зоне Троида неплохо. Опять же, дает фармить фантом-лансеру против такого онлайна. Фармить неплохо. В принципе, у Медузы дела тоже. Вот и размяли. Все-таки подставляется Дарксир, получается его забрать. И что самое приятное, фраг достается фантому-лансеру. Это очень приятно. На самом деле, сейчас чуть ли не сразу Бент дополнительно подъедет к нему. И такой лансер уже будет все комфортно чувствовать. У нас очень много, на самом деле, на первых позициях. Сегодня фиус-блады забирают. Лансер вообще будет, по-моему, через Худ играть, как я понимаю, да? Коль-то собрал себе, взял себе Клоку. Опять же, неплохой такой расклад против Дарксира. Если Худ сейчас первым артефактом принесет, ему плевать будет против Дарксира. Четы вообще перестанут его сжечь. Да и регенция будет хорошо. Если сравнивать с предыдущей картой, у нас, конечно, так. У нас еще в миде... Эмбер-спирит против Вод-спирита. До конца они драться не стали. Тайцы-низу 21-3, Лансер 20 на 9. Миде у нас дело 18-3 против 14-4. Давай, теперь чуть получше у нас чувствует, конечно, себя. Икнард. Попытка тут... Сейчас будет Чу, наверное, догнать даже. Медузи тут ману все высасывает. Очень приятный такой бонус для Леона, да, что он может это делать. Чу. Сразу флаз подрывает. На миде прям жесткая баталья. Тысячу повели имперцы. Опять же, после этого Фиус-блада. Вот как раз варьируется у нас тут чуть-чуть. Меньше тысячи-тысячи. Но это, в принципе, не такая большая разница, да. Сейчас любой какой-то хороший выход, килл. И все вернется в нули. Так, аркан руна. Приятно для Меложола. И так, он на миде получше чуть-чуть стоит. Еще с выигранной рункой. Совсем приятно. Как питошар 30 на 5. Лайн, конечно, стоит великолепно. Да, кстати, вот пришла информация по поводу шарта. Разрешили играть. Соответственно, шарт у нас на Фарионе может появиться. Отлично. Вот и худ для Лансера. Можно, в принципе, на том лайне оставлять. Потому что Рубик его уже, наверное, с Даракфиром никак там не заберут. И пытаться, может быть, даже Элдер Титану куда-то стянуться. Вот очень круто было бы, на самом деле, вниз стянуться. Леон, Элдер Титан и Тайтхантер, они просто тут сотрут. Кого-то на этом лайне. Поэтому Экнарту, может быть, даже стоит задуматься об этом. Прийти помочь. Но у него эхо стомпа нет. Он просто тут гоняет именно. Рошана закидывает. Рошана еще еще тысячу давать бар. В итоге, кстати, скорее всего, заберут они баунти. Хотя перетягивается Пантом Лансер. И теперь можно убивать Рубика за такую наглость. Прилетает, правда, Фурион. Ласка пошла. Рубик отправляется в Таверну. Ну, и переключаться на Дарксира. Потому что Дарксир уже далековатость, тяжко. Но это не поможет ему выжить. Это минус два. И третий фраг. Точнее, и второй, и третий фраг в копилку имперцев. Ну, еще и баунти. Красиво, да? Нечем воевать. Герои плохие. Они не синергируются в другую. Что суппорты, что оффлейнер тоже не очень. Хорош, да. Там нет какого-то, знаешь, вот милистного персонажа, на которого хочется щит накинуть. Он побежит вперед, и этим щитом там будет давить. И дамаж нормально носить. Здесь нет такого персонажа. Где у тебя Рубик и Фурион 2 суппорт. Вот. Ну, Водь Спирит, да? Единственный, кто может это сделать. Но, опять же, Водь Спирит мидер. Пока он там дойдет, придет и так далее. Он не может быть на всей карте. И как бы на той имлайне постоянно стоять. И мы видим, что на этой карте у имперцев дела намного лучше. Вот мы берем первые четыре на Творосов. И вот Спирит как-то держится. Но просто посмотрите на нахоз Фантом Лансера. Две тысячи уже в целом на седьмой минуте ведут имперцы. Даже на предыдущей карте у экстремум 2000 там было на десятый примерно. Герои лучше. Опять же, у тебя на Уфлейне стоит уже не Волк, да, против Медузы. А стоит Тейт Хантер. Намного приятней. Как раз за счет оффлейна в целом нас в имперце так и неплохо себя чувствует. То есть, посмотри, насколько дела сейчас идут хорошо у Медузы. Она уже не так комфортная. У Тейт Хантера не получилось пробить. И он пока не оказал должного давления. Ну и вообще сложно на Тейт Хантера. То есть, да, Леону он отогнал. Все было здорово, замечательно. Опять же, мы отмечали под Блайстоуном большое количество урона. Но вот с Тейт Хантером это не сработает. Против него как раз Урион. Ну, не бесполезен, но он просто разбирается всего пеньками на ура. Так, ну, Бодил тут же Леса пытается формить, стакать. Петушара там, я понимаю, с Владимиром, да, уже? Или Морбитка у него только? Да, Морбитка только. Уже неплохо. Ну, одной Морбитки хватает, в принципе. Морбитка, Даггер. И какие-нибудь фейзы. Уже смотрится симпатично. Маска выпадает у нас для Рэдиант. Тоже очень приятно для Минузы. Мне кажется, один из лучших артефактов сейчас. То есть, ты регенишься. И опять же, она очень рано уходит на Эншн. Поэтому... Ну, это почти Морбитка. Так, Шач. На самом деле, может тут не уйти, на самом деле. Если под стом попадет, надо телепортироваться. Наверное. Или просто на себя очень много внимания. Да, телепорт делает. Подальше он ушел. На Тир-2 на Мидл улетает. Там куда-то в леса пойдет уфармливать. Надо какие-то стаки начинать делать для Медузы. Огромное количество. Потому что ей... Медуза тут будет тащить в соло. У нее нет здесь помощников, как на предыдущей карте. Нет тут сильных ультимейтов, да, в лице Пака, там, в лице Марса. Она тут сама по себе. У нее прикрытие тут будет от Рубика, который что-то там полезное сворует. Да, Дарксер стенку поставит. Все. Как бы все полезные герои, которые у нее есть. И еще один из таких моментов. У нее нет какого-то хорошего подсейва. Даже несмотря на предыдущую карту, там, с Ларка был даже сам Оракол, который как-то мешал его, постоянно нужно было фокусить. А здесь у нее есть Фурион. У него, очевидно, другие плюсы имеются. Но если в какой-то критической ситуации... Сурш, конечно, вот, наверное, из приятных. Сурш, да. Как под сейв, работает неплохо всегда. Опять же, Сурш можно задезеплить. Станами. Вот теперь притяжка по Эмберу. Рядом находится Элдор Титан. Ну и Рубик на подсейве, поэтому уже под тавером драться не было никакого смысла. Стаки, стаки, стаки. Даже микро стаки не хочется отдавать. Все-таки тут где-то примерно 150 голды. На халяву сейчас Эмберспирит под счетом забрал. Ну, при этом. Сразу понимает, что был какой-то вижен. И ломает. Опс. Ушачи, на самом деле, один из самых крутых дарсиров на СМГ просторах. Я помню даже, как он отыгрывал, когда был в моде, да, вот этот доминатор. Он брал Кентавра и очень круто всегда комбинировал там под свой вакуум Кентавра и так далее. Сейчас... Сейчас два нулика собирают. Где он еще? Медуза начинает гонять. Это вот очень круто, на самом деле, потому что Ланцер сейчас пылесосит все. Верхний лайн своей леса там и на треугольник рано или поздно уйдет. А у Медузы дела не так хороши, как на предыдущей карте. У них нет такого простора, такого пространства для фарма. Опять же, и герои не могут помочь. Ну, вот приходит, да, Фурион, и... Он не сможет прогнать Эмберспирита. Эмберспирит просто убьет. Ну, будем честны, Эмберспирит Смида, мало какой саппорт смог бы прогнать его. Он просто гоняет. Фурион заходит лес, а тут Эмберспирит стоит, который просто уфармливает эти все зоны. Тут против двух-трех героев. Ну, Рубик, значит, Профит, Медуза, Дарксир. Они его просто не могут поймать. Его может поймать один там вводит спирит, и то вы его как бы не пробьете, потому что у него щит на магию. Он может развлекать тебя всю команду один. Очень хороший пик. Эмберспирит, именно, вот, закрывающий был. Эмберы в последнее время достаточно редко встречаются. Кстати, тут у Фуриона, возможно, будут проблемы, и нужно сбивать телепорт, что Элдор Титан сейчас и делает. И, возможно, это будет такой приятный соло-фраг, хотя бодиблок от пеньков, но нет, все-таки дотягивается. И фраг для Элдор Титана. Несмотря на то, что это саппорт, он делает соло-фраг и зарабатывает 262 золота, что, согласитесь, приятно для саппорта. Да. Пытается Шач как-то поддавить отлайну, 0 дэмэджа по тавру было нанесено. Лансер стоит там, не знаю, как у себя дома. 5500 имеет, идет впереди планеты всей, все у него просто великолепно. А Медуза постоянно напрягает. То мидер придет, то оффлейнер. Ну, в этот раз Войт Спирит решил помочь. И под щитком Дарк Сира они забирают Тайт Хантера. Золото разделили. Очень много ресурсов было потрачено, чтобы этого самого Тайт Хантера убить. Войт Спирит идет дальше. Эмбер Спирит просто уходит. Леон пришел. Мне кажется, здесь явная ошибка от Тайт Хантера. Он зашел слишком далеко. Он не дождался своей команды. И, опять же, отличное перемещение под сейф Медузы. Ну, он думал, что он бессмертный. Но сюда очень много народу пришло. Размочили у нас экстремум. Но, опять же, это большими ресурсами. Они стянули сюда полкоманды. Опять же, Ланцер сверху фармит. Ему никто не мешает. На Меде там Элдер Титан получает что-то. Есть еще один момент. Кстати, Медуза, это 12-ая минута. Медуза вполне себе готова, чтобы уже куда-то отправляться в леса. Она так и сделала. Сейчас зафармит этот стак. Пойдет, наверное, на треугольник. Потому что на боте к ней будут перетягиваться, перетягиваться. И будут пытаться давить этот сам бот. Уже, наверное, нет какого-то особого смысла его депать. Там осталось процентов 20 кп у Тавора. Поэтому Фурион нужно улетать. Фурион, кстати, до сих пор пятый уровень. С шестым уровнем можно было бы где-то напасть. Но мы уже отмечали проблему, что цеплять достаточно сложно. Единственный вариант это Войт Спирит. И желательно после покупки ветров. Да, как дела у него с ветрами, непонятно. Тай тоже собрал себе ход. Медуз посекундочку уходит в Яшу. Да, вот показывает нам Войда, что еще многовато надо до Юла. А тут ход у Лансера. И почти в хуловый стик. Его практически нереально будет забрать тут. Понапряжет его здесь не ложил, наверное. Но Лансер чуть ли не на развороте может ему поломать. И это ГГ. Сразу же мгновенный телепорт. Алдар Титан подстанет еще по себе и Дарксира, и Рубика. Ну и пытаться будут забирать именно Дарксира. Да, Дарксира забирают. Рубик также подставляется. И Эмпер уже не должен такого Рубика отпускать. И щит войдет спередно под сейв. Алдар Титана хотя бы убить. У Эмпера заканчивается щит. И нужно отсюда уходить. Ходит на аренат. Но тут Фантом Лансер. Подкоп от Рубика, который он украл у Леона. Отличный игрочок, на самом деле. Много чего своровал. Именно чтобы себя защитить. И щит был, и Эмпейл. Да, и в итоге этого Рубика не забрали. Хотя оказалось, что когда изначально Элдар Титан их подцепил, что Рубик уже никуда не уйдет. А он так и уходит. Ну и вот спередпетяжка была хорошая. Правда, защитил он своего, скажем так, не самого важного героя. Потому что все-таки троеку они потеряли. Имперцам нужно объединяться уже потихоньку. На самом деле, ну героя позволяет. Сейчас откроется фингер там у кого-то Леона, да. И в какой-нибудь центральный Тауэр выйти опять же под ульта Тайпхантера. У вас потому что есть эти заглядания, которые вы можете щелкать героев, оппонентам. Но вы не хотите это делать. Центральный Тауэр в Доте, он самый главный вообще, который есть. Это оплот, который нужно сносить максимально быстро. Пытаться, по крайней мере, это делать. Потому что как только центральный Тауэр отсутствует, вы сразу отжимаете огромное количество территорий. Центральный Тауэр дает тебе, конечно, перемещаться очень быстро твоему противнику. Телепорт и так далее. И далеко в лес нельзя зайти под центральный Тауэр. У Фантом Лансера появляются Диффуза и Ревадж готов. Соответственно, можно попытаться выйти в мид, устроить какой-то файт, так как оппоненты явно не будут хотеть драться. Медуза пока без Мата Стайла. Дарксир имел очень плохую линию, и, соответственно, под Творсом все не так хорошо, как хотелось бы. Да, у него уже лучше, чем было, потому что, посмотри, он даже Войт Спирита обгоняет. Тут Медуза тоже реабилитировалась, но этого пока недостаточно. Нападение на Эмбера через притяжку, Элдер Титан станом не попадает. Неужели сейчас Войт Спирит просто убьет Эмбера? Нет, Эмбер слишком далеко на развороте. Эмбер просто отошел, а в это время Рубик взошел не по шансам. Здесь просто ПЛ, его вместе с Леоном не прощают. И, что приятно, забирают Тауэр в миде, абсолютно никакого дефа и противостояние экстремам не... Сделали, отдали вышку. Да, мид упал. То, что нужно, как раз стоит, подошел. С Лансером они просто там забрали. ПЛ уже худ диффуза. Тут еще до сих пор не появляется у нас Меложула. Поймать их на арте. Да, скорее всего, тут его наконец-то убьют. Да, под щитком Дарксира. Надоел уже. Ну и Лансер здесь. Он будет воевать против всех. Он под худом. Он не боится никого. Просто телепорт. Только вот, судя по всему, у Дарксира нет. Здесь еще подцепили Войт Спирита, что очень приятно. Притом его убили, не потратив реведж у Тейтхантера. Соответственно, они дальше могут давить, пытаться там цеплять. Эмбер видит Курьера. Курьера убивает. И Сурш Шачло будет пытаться уйти с помощью телепорта. Телепорт срабатывает. Да. Все было куда. Нечем было уже этот самый телепорт убивать. Тейтхантер был слишком далеко. Даже не знаю, тратили бы реведж на него, но в любом случае. Почему бы и нет? Ну, реведжа еще мы ни одного с тобой не видели. Можно ставку поставить. Сделают ли экстрем больше 10 фрагов за эту карту? Я вот думаю, что нет. Что-то у меня такое ощущение. Ну, посмотри, преимущество 2000 было на шестой минуте. И на семнадцатой минуте также преимущество 2000. Ну, да, но все равно. Ну, ты просто в лейте... Не веришь в Медузу? Ну, тебе драться будет нереально. В лейте Элдер Титан и Ланцер намного сильнее Медузы. Плюс у тебя еще Инстант Хекс есть от Леона. У тебя есть Реведж, да. Там Блокенбар и как бы никто собирать... Рубик не будет собирать Блокенбар. Дарксир, ну, очень поздно соберет. Вод Спирит, ну, тоже ему не хочется собирать его рано. Значит, профит пятерка. Дуза с Блокенбаром, ну, четвертым слотом. Коэффициенты на карту. 1.3 на Империю и 3.3 на Экстремум от нашего партнера по рематч. Также не забывайте кликать на баннер по трансляции и получать 100% бонус к депозиту. Просто будешь попадать на Реведж. Следом ты будешь попадать на Эвсплиттер. И Ланцер тебя просто будет добивать, когда у тебя уже будет треть хп. Вышечка на топе. Дарксир все-таки своего добьется. В этот раз, возможно, имперцы ее и отдадут. Хотя рядом ли он находился? У него есть блинг и два телепорта. Сразу же Хекс подцепили. Сейчас будет станчик от Элта Титана. Сосует ману. Пошел разлом от него же. Мека. Дарксир стал поплотнее. И тратит ультимейт. В целом, ну, вышку он так и не добил. В итоге ее, скорее всего, задынает. Ну, и золото. Тишка себе. Почему бы и нет? А. Нет. Не все так просто. Просто не получилось забрать товар. Наложил почти и ульчик себе добыл. Еще там 50 голдейм поставится буквально. Да, ну, очень хорошо Леон сыграл. То есть, изначально захищут Хекса. Прожали гриф. Сделали фраг. Очень много, кстати, и вот Дарксира в итоге получается. Моментальный выход вниз. У Леона сейчас должен как раз фингер открутиться. И под этот фингер можно выйти, кого-то щелкнуть. Вот очень нужна Медуза сейчас, на самом деле. Ей нужно тайминг сбить. Если они ее сейчас найдут, будет прям суперплохо. А они ее нашли. Эмперспирит уже цепляет. Медуза успела подрубить ультимейт. Хорошая реакция. На развороте сейчас можно попробовать. У Эмперспирита нет маны. Ну, ловить нечем. Опять же, поймать можешь только Меложил. Просто отходит. Просто отходит. Граубовый Медуза сейчас себе заберет. Уже 100 крюнджа нормально. Ну и отходит, отходит. Тайтхантер боятся, который уже подошел сюда. Да и Ланцер там недалеко. На этом желании попушивает его. Формят все точки. Грамотно здесь. Имперцы пытаются поджимать своего оппонента. Не дают лишний повод Медузе добыть какие-то артефакты. Ну и вот он, очередной выход. Только теперь Медуза без ультимейта. Но притяжка хорошая. Возможно, получше забрать Леона сразу. У меняются стики. Эмбер уходит на ремнант. Рядом находится Дарксир. Подцепил его Эмберспирит. Стенки нет. И нужно бежать. Но Тайтхантер не жалеет. Тратит ревадж. Будет на удар Сера. Нечит профи тем временем стоп сплитит. Да, вот он показывает. В принципе, все неплохо. Вот он. Шард скоро появится. И сейчас будут уже мощные пеньки. Какая там 20 минутная удача из 30 секунд наступит. Как раз четко в тайминг Шарда. Крэйваджи нет. Он также нет. Противный Тайт. Еще и забрал этого последнего. Я его закинул сейчас на хайгран. Да, посиди, малыш. Мне его тут сейвить будет. Он телепортнется, понятное дело. Сейчас сразу телепорт. Я думаю, в ближайшее время сделает. Как поймет, что его тут не видит. Решил. Не рисковать. Полностью контролирует. Имперцы все. С треугольника выгнали. Рошана полностью обвардели. Скоро на Рошана можно пойти. У Ланстера там, я думаю, слот где-то еще должен быть. После диффузов. Вот у него чуть-чуть до Тараски. Да, и после Тараски с ним работать будет очень сложно. И так, в принципе, не получается его убивать. А с этим артефактом возникнут серьезные проблемы. Мол, не для Медузы. Очевидно, нужно работать против фонтум Ланстера. Ну, я хочу отметить, что экстремы и сами понимают, что на данный момент драться для них просто не вариант. Я не знаю, как Ланстера убивать они будут. Ждать пока у Медузы не будет. Не знаю, 6 слотов. У Ланстера тоже будет 6 слотов. У Рапира. Ланстер на 6 слотах. Ничуть не слабее Медузы. Так. Ну-то мы скоро уже увидим. Скоро-скоро. 22 минута, в принципе. 4 тысячи за имперцами. И пока ни одна из команд не выходит на Рошана. Так, зато выходит на имперспирита. Но тут на развороте стяжка от Дарксира. Элдерситан. Станчик забирает вот спирита. Переключается он на шачло. Очевидно, что шачло здесь будут добивать. Имеется сурж. Какое-то время он поживет. Но совсем недолго. И даблкил для эмперспирита еще и тает. Запавно. На самом деле он просто... А что ему бояться? Самому Медузу. Просто экспирит ворует. Постоянно дэммэш Медузу. Постоянно дэммэш Медузу. Самый опасный герой уже в таверне находится. Поэтому кто там пробьет? Рубик, значит, профит. Тайдхантера? Не. Так не работает. Да и Ланцер с Тараской уже будет уходить с Эмжен Яшу. Еще будет укрепляться. Ланцер уже очень сильный. 16 уровень. Тайд себе еще взял минус 20% к снижению с Эмкерсмеша урона. Ну, пока не совсем понимаю пика фурерона. Сейчас, возможно, это не такая плохая идея, потому что хотя бы как-то будет отпушивать линии. Но вот и на старте в итоге он не особо что-то полезное сделал. Не получилось навязать свою игру. Единственное, что он сделал полезного, там чуть-чуть погонял Леона на лайне, как бы. И Леон ему ничего нормального там сделать не может. Но и он тоже этому лайну, стайдхантером, они ничего сделать не могут. Стайдхантер стоит, он топ-1 панетер сюда у нас был и по крипам вообще. Поэтому от фурерона пользы-то в принципе никакой и не было, как от героя. Ну и вот тот самый Рошан. Сейчас Эмперс отлично понимает, что у них имеется преимущество. У них фантом-ланцер, который готов драться. Дефузатор Аск, Кахут, это уже эти артефакты, с которыми Фэллс так особенно воевать. И я сейчас показываю нам как раз сравнение Медузы и Эмпэлла. Плюс имеется влаверс опять же на Тайдхантере и еще цепляют Фуриона. Сейчас будет Хекс, перемещение от Эмпер Спирита. Вод Спирит на подсейме, прыгает за Леоном. Леона, скорее всего, получится убить. В итоге был неплохой для них размен. Но, кстати, Фурион еще живет. Добивать его нужно обязательно. Последняя тычка и эта тычка была сделана. Доминейтинг. Разменяли одного саппорта на другого. Вод Спирит спокойно отсюда уходит. Это был какой-то размен, потому что Вод Спириту очень важны сейчас враги. У него ситуация максимально плохая. Мы сейчас смотрим, пятая позиция, которая и на линии особо не смогла помочь Тайдхантеру, помочь Медузе отогнать Тайдхантера. И, соответственно, забирают очень много фарма. Да, он отпушивает и подобное. Посмотри на Тверс пятерки Фуриона и того же самого Вод Спирита. Забирают Дарксира под Спири Эмбера. Что-то будут с ним пытаться сделать. И приходит Рубик на Ремнанте подстану Элдер Титана. Рубик погибает. Мега килл для Эмбер Спирита. Переключаются на Вод Спирита. Забирают и его. Мега килл для Эмбера. Мега килл для Фантом Лансера. Пэл с Аегисом. Можно даже, честно говоря, уже подумать про заход на хэкграунд. Да, тут скоро уже это будет, я думаю. Ну, все выкинули в Эмбер Спирита. Просто все потратили. Все свои скиллы. Весь свой рассказ потратил Вод Спирит. И вот все равно он там на каких-то краполях остался жив. Медуза почти со скади. Буквально чуть остается. Коинбустер. Быстренько сейчас нафармит. Фитошара просто. Он настолько агрессивно играет. Он настолько вальяжно. Она постоянно где-то на чужой территории находится. В общем, плевать на всех. Придите, пробейте. Я столько времени выиграю для своей команды. Мы всю карту перефармим, пока вы будете убивать этого Титхантера. Гот тоже пытается спейсить вообще по максимуму. Он постоянно сплетит, отвлекает на себя внимание. Он дает какое-то все-таки тоже пространство для Медузы. Но преимущество все равно растет у Имперсора. И тут вопрос, который должен быть задан. Хватит ли одной Медузы против трех героев с приблизительно такими форсами? Даже против двух не хватит. Я говорю, Элдер Титан с Ланцером ее просто сожрет. То есть в Роберу вообще не веришь? Не-не-не. Элдер Титан ее убьет. Элдер Титан, то есть любой Кору, Медузу сожрет. Элдер Титан слишком силен в Лейте. Прям слишком силен. Плюс еще Тайтхантер есть, который неплохо поддизебит и дэмажи срежет. В общем, намного жестче герои Имперсора в Лейте, да? И им нужно будет вот одну драку подраться как раз. За Рошана экстремум драться не могут. Их просто разведут, раскайтят на Стоунгейз. Отбегут там персонажи просто Имперсора. И все, и после Стоунгейза они пойдут и будут драться. Единственное, как могут выиграть, это Стоунгейз там плюс стенка и Медуза расстреляет. С рапирой расстреляет. Вот уже нужна рапира, чтобы расстреливать, чтобы дэмдж какой-то наносить. А рапиры как бы еще нет. Потому что без рапиры дэмджу ноль. Линза для Леона. Медуза, кстати, передумала. Она изначально планировала собрать в Скаде. Но теперь уже выход бабочка пошел от нее. Подцепили Рубика. И, как вы видите, подцепили максимально удачно. Благодаря пальцу он просто рассыпался. Сейчас будет стенка, просто нужно отойти. Вот стенка. Можно спокойно просто отойти и в этой стенке не драться. Все, стенку потратили. Кулдаун огромный, да? Да еще и... Да даже кривая стенка, можно вообще с левой стороны зайти. Никто в эту стенку не встриет. Сейчас будем вакуума ждать еще 15 секунд кулдаун. Опять же, вот Медуза постоянно, наверное, красная сажается. Она не дамажит. Они один раз пока не могут убить Пэла. Здесь нужно же пытаться его убить. Псеган, псеган, как она его дамажит. Просто она стреляет. И вот пока она стреляет, 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 стреляет. Ничего не делает. Ну, под ультимейтом все-таки тратить все равно не хочется. Ну, вот так вот. Развели просто на стунгейз и обратно зашли. Все, стунгейза нет, стенки нет. Стенка сейчас упадет. Буквально там на ближайшие секунды. И чем вы будете драться? Как вы будете этого лансера открывать? Медуза. Некак. Остается без маны. Имеются грифсы, сурж. Переключаются на бараки. И подлавили вот спиритом. Без шансов. Вот спирит, конечно, с байбэком, но это еще один фраг для футоблансера. Если бы спирит здесь байбэкнется, ему-то, в принципе, и смысла нет никакого. Они никак не могут драться. То есть он байбэкнется, его на творце станет еще хуже. Сушат Дарксира, стоит Медуза, пытается как-то настреливать по ППЛу. В принципе, получилось пробить, но добить не получается. У него 100 хп регент в секунду. Его никак не убить. У него еще хут сверху есть. Медуза стреляет, имперсы просто стоят, смотрят на это и не думают ходить. Сторона упадет 100%. Плансер уплевает, он стоит просто и гломает. Он как раз в этой ситуации, обычно мы спрашиваем, почему не байбэкнется, но вот Гот творит вещи. И, кстати, на самом деле, творит он очень неплохо, потому что Тауэр, он все-таки спушил. Поможет ли этот Тауэр? Вот вопрос. Аегис заканчивается. Сторону за Аегиса не забрать смогли. Преимущество увеличили, 11 тысяч. Начинают убивать нейтральные шмотки. Элдер Титан нарисовал только что, что нужно делать. Он просто идти по нижнему коридору и просто ломать нижний коридор. Опять же, сейчас Лансер взял себе еще один. Он 20-й, да, там, по-моему. Сейчас еще Та Лансер взял. Возьмет себе еще дополнительный слот сейчас. Ну и... Еще хуже им будет. Года забирают. Поймали его в очередной раз. Опять снизу. Подцепили Дарксера. Палец. Ну и Фантомасер уже не простит его. Зарабатывает еще один фраг. И, да, без Дарксера. Не знаю, захотят ли они за это время зайти на хайграунд. В принципе, их и сейчас все устраивает. Возможно, дождаться до идеала, там, чтобы максимально было круто второго Рошана. Ну, а можно и подраться. Все замесы они выиграют. Даже замесов каких-то определенных нет. Потому что просто нападают имперцы, заходят. Медуза стреляет, но дамеджа не хватает определенно. И Эмбер против Войспирита. Нам на хастах. Рубик. Контроль. Убьют. Да, убивают. Хороший фраг, потому что 640 золота за голову Эмбера. Зарабатывает у нас нефред. И какое-то время, опять же, получают Медуза для того, чтобы получить еще какие-то слоты. Опять же, под Стоунгейз. Ну, Стоунгейз откроется как раз-таки тогда, когда Эмбер тоже появится. Но, видишь, какими ресурсами приходится тратить, чтобы забирать таких персонажей. Именно Стоунгейз. А был бы какой-то байбэк, да? И тебе там ломали бы в сторону. Он просто вернулся бы, и ты уже без Стоунгейза. В данной ситуации байбэка нет никакого смысла. Кстати, вводят спирит, курьера Леончика тут. И сбивают. Сбивают. Телепорт во спирита. Инстант хекс какой-то был. Прям, ты видела? И уж красавчик. Просто инстант хекс. Сначала Vision Down, в это время подцепили Phantom Lancer. PL. Ну, в принципе, еще на развороте начинает драться. Но тут слишком много персонажей. Но рядом находится Тайтхантер с реведжем. И теперь нужно бежать экстремум. А почему он не ворвался во всех с даггера? Я не знаю. Не знаю, почему он не ворвался. В кулдаун даггер был? Ну, теперь-то не в кулдауне. Дарксир она, скорее всего, уже... Нет, не хочет тратить реведж. Не хочет тратить реведж, потому что просто не хочет. Единственное, что вот какой-то маленький такой плюсик, да, есть у экстремума. Это год с его сильными пиньками, которые подпушивают. Ну, это тоже такое себе удовольствие. Титанс ливер. В принципе, неплохой айтем падает у нас для экстремума. Возможно, кстати, милу за себе его и возьмет. Да, нужно и титанс ливер забирать. Титанс ливер хорошо. Много, много дает осколок титана. Дальше все-таки скази. Что он с Эмбер по артефактам? Шивом. Следующим слотом. Имперцам можно собираться идти по лайну. Не знаю, почему не бояться. Тайт хантера, я тут хочу, чтобы... Не знаю, Тошар может челлендж, может он реведж даст хоть один нормальный. Просто пойти по тайт хантера и все сломать. Но все-таки один реведж он уже давал. Да, давал, да. Можно еще дать. Одного мало за 32 минуты игры. Нормального реведжа. А зачем реведж, если и так получается убивать? Забирают Леона. Робик отсюда уходит. Ну, забирают тебя, потому что ты реведжа не даешь. Вместе надо собраться уже. Захватить вражеский лес. Пойти вниз я. Я понимаю, что они ждут там Рошана, скорее всего. И под Рошан уже по ЦР. Хотят зайти и закончить. Ну, попытаться, по крайней мере, это сделать. Ну. Тайт хантер вообще хочет себе. Вон, Архан Блинк. Эркейн Блинк. Дарси уже плотненький такой. Гривцы. Сейчас вагоним еще будет уходить. Тоже опасность. Смолюзи Лансер может такое прилично развалить. Год какой хитрый. Ну вот, Дайдалус появляется у ОПЛ. Дэмоджа становится в разы больше. И, возможно, этого слота не хватало для того, чтобы зайти на хайграунд. Кстати, интересное решение. Дайдалус, а не МКБ. Хотя у Медузы уже достаточно давно имеется бабочка. Может, трапиру там какую-то захочет дальше собирать. Так, Рошан Ап. Наваливаемся. Ну, нам все-таки решили сыграть аккуратно. Вердс играют более, знаешь, так, на Верочку. Не давят. И не давят, и не давят. Просто спокойно. Забрали одну сторону. Заформили свои слоты. Потом Лансер на первом месте по Нетворсу. Но Медузы находятся достаточно близко. ПЛ, кстати, у нас поцепили Дарксира. Суршан потратил. Фингер оф Дэсс. И это минус. Ну, два соборка справляются без проблем. У Дарксира имеется байбэк. Но делать его в любом случае не очень хочется. А надо будет, я думаю. Хотя 40 секунд, пока дойдут. Тут хорошо. Сплитит пока Меложол. И крипы на меде далековаты. Я думаю, ну, по Дайкс надо идти. Опять же, смысл дальше терпеть. Ждать, пока до позднего Лейтао будете доживать. Пока у Медузы будет пара рапьера. У тебя там будет 6 слотов. Медуза, да. Она-то и может и настрелять потом неплохо под стенку. Поэтому пока у тебя доминация какая-то есть. 14 тысяч по золоту. Будь добр, сходи. У тебя трекор себя чувствует просто великолепно. 21 тысяча, 17-16 против одной Медузы надо 20 тысяч. У тебя вражеская пятерка. Она как бы больше фарма имеет, чем двойка и тройка. Подцепили Ампер Спирита. Сразу же Медуза Ультимейт. Но Хекс далековато. Тем более, в этот раз есть подсейв. И нападают уже на Войт Спирита. Просто посмотрите, насколько быстро осыпается Мидер Экстремум. И, конечно, бойбэк имеется. Но теперь придется его делать наверняка. Хотя, если они так быстро не пойдут, может и успеют. Райт-клик в трон уже пора делать имперцам. Я не знаю, они стоят, ждут. У них огромные ресурсы. У них просто супер большие ресурсы у персонажей. Ты смотришь на героев слева. И ты просто смотришь на героев справа. Тебе нужно просто зайти и под этот Aegis Lancer начать ломать что-то. Если на тебя потратят стенку, отойти. Потратят Stone Gaze, отойти. Переждать или пойти на другой лайн. Ты можешь это сделать спокойно. Они просто бегают за красными точками. Они, понятное дело, зарабатывают критическую массу. Но ты уже давно мог поддавить. Забрали на боте Фуриона. Также он с байбэком. Но байбэк в Экспирита не был как некому. Кажется, реализован. Фуанцер уже на базе развлекается. Идет за Рубиком. Отталкивает его Медуза. Стреляет. Там миссы. Цепляют настоящего ПЛа. Но притянуть не получилось. Хекс пошел. И байбэк от Куриона. ПЛ до сих пор жив. Ему смогли снести пол-ХП. Но отрегинился. Он очень быстро. Во-первых, рядом там. Тайхантера просто драки нет. Он стоит. Он просто стоит. Он как часовой. Он ждет своего момента. До звездного часа. Леон. Станчик по Медузе. И сосет у нее маны. Дарксир ставится стенка. Элдеркситан будет не разлом. Ветспирит врывается. Фантом Лансера. На пол-ХП пробили. Но сейчас будет летать Эмперспирит. Попытка подцепить Медузу. Которая абсолютно без маны. Но она с Тунгейс хватает. И вот она подрубает. Рубик Байбэк отца. Тайхантер. От Пайпом. Перевращается в камень. Ну, для Кантера это не особо большая проблема. Стенка опять не супер крутая. Которая ничего не делает, да? Просто из нее вышли. Поставили кривовато. Стенка дает ломать. Она не цепляет ни Тавр. Она не цепляет ни Милишный Барак. И она вообще ничего не цепляет. Она как бы где-то стоит. Берлинская стена это. То есть уже поставили плохую стенку. Медуза потратила Стоунгейс. И они даже не близки были к тому, чтобы забрать хотя бы Аеги Супойла. Все потратили. Стоунгейс и Вакуум. Все. Это, считай, закрытыми глазами эту игру можно выигрывать. Как-то в последнее время и правда. Мы замечали, что у Дарк Сиры нравится становится хуже и хуже. И в данной игре, как ты Грамм говорил вначале, что не под что здесь использовать Дарк Сир. Дарк Сир нужно комбинировать с чем-то. Ну, просто Дарк Сир это вата. Он ничего не делает. Во-первых, он тебе дает полный фрифарм на лайне, да? Когда ты тем более играешь с Рубиком на линии. Ну, это не то, что хотелось бы. Хотелось бы какого-то милишника, да? Который там будет рваться. Сын Кинга того же, там, не знаю. Спирит Брейкер. Ну, что-то вообще. Что-то хотелось бы. Таск, да? Тот же самый. Под это все ты там можешь забирать. Хороший милишник толстый, который под твоим щитом пойдет и что-то сделает. Рубик, он не будет этого делать. Рубик как пойдет под щитом куда-то, он так и умрет с этим щитом там. На щите будет. Поэтому, ну, сборная солянка. Медуза и сборная солянка из всех героев. Вот предыдущая карта Медуза и очень мощные персонажи. Здесь Медуза и какие-то помои. Остался последний барак до мега-крипов. И посмотрите, у нас даже драки как-то кого не было. То есть просто ходят имперцы, забирают строение, и на это смотрят экстремум и не понимают, что им с этим делать. Вот попытка от них, запрыгивает войд спирит на Леона. Именно его хотят убить первым. Пайп прожимает и Хантер, нужно отойти, врывается Эмбер. Цепляют войд спирит и его спирит погибает. Имеется байбэк, переключаются на Рубика. Рубик минус без байбэк, объем год лайк для фотобланцера. Ну и вот, вот он, тот самый трон Медуза. Тонкий эйс, реваж от Хантера, тот самый. Кстати, по трем героям Медузу пытаются зафокусить. Медуза достаточно плотная, притяжка отводит спирита. По Эмбер спирит, Эмбер спирит использует БКБ, летает на Дарксира, Дарксир должен погибать. Под фонтан уже придет Эмбер за ним, и он за ним идет. Забирают Медузу, Медуза байбэкается. Смогли отдать только Элдор Титана. Сразу же байбэк и вот спирит погибает после байбэка. Ну и в принципе, я думаю, что сейчас мы увидим. Хотя Медуза жива, но дело в том, что жива, она только вдвоем с Дарксиром. Они пытаются забрать ее, под фонтан уже идти не очень хочется. Можно просто закончить эту карту спокойно, сломав трон. Да? ГГ еще не пишет. Ну, я думаю, обсуждают уже какую-то следующую карту, наверное. Обсуждают свои ошибки. Экстремум определенные проблемы с драфтами, которые уже несколько раз отмечались. И вот, несмотря на то, что наши аналитики посчитали, что драфт Эмперцев был... Нет, не Эмперцев. Ага, я поняла. Поняла. В любом случае, Good Game All Played. Экстремум проигрывает. Суть такая. Первая карта, это Медуза фармит, она побеждает. Здесь Медуза фармит, и она проигрывает. Здесь, ну, как бы нельзя было фармить. Здесь нужно было экшен устраивать прям с нулевой. Вот как у нас вчера была игра с Баунтихантером, где они бегали, и вот сразу при получении, что он на Баунтихантере, они пытались какую-то экшен наводить, и они там игру эту забрали. Здесь нужно было абсолютно то же самое сделать. Потому что на фарме здесь Медуза, Элдер Титана и Лансера не побеждает. А как думают наши аналитики? Сейчас мы узнаем. Да, а что наши аналитики? А наши аналитики, как всегда, готовы проанализировать все. А вы можете найти дополнительную статистику и провести собственную аналитику. Если зайдете на cybersport.ru, ну а если не хотите, и вам нужно подать аналитику на блюдечки, то, пожалуйста, вот у меня здесь... Давай, Митя, души. Как говорит Кристал Мэй, хлопцы. Хорошо. Давай, Митя, души. Душу, значит. Как сказал Серега, чисто на фарме Дуза этого, чисто фарм Ленова Лансера не убивает. Наш был план в том, что будет иллюзия Пэлла. Ее убивает, но Шачло был сегодня максимально не в форме. Иллюзию Лансера сделать не смог. Конец. Конец. Хорошо. Собственно, ну то есть, это прямо глобальная проблема. Владимир, помните? То, что этот Дарк Сир, он проиграл Лене, он вообще ничего не сделал в рамках этой самой. Вот, ничего не сделал, просто дал фул фри Лене и потом ничего не форманул сам. То есть, ты потерял героя, а у противника один герой из-за этого сильный. Владимир, помните, когда у нас был четвертый пик, и там уже появился Фантом Лансер, и первое, что я сказал, что если бы на месте имперцев были не имперцы, то тут вообще в Соляново. И на удивление, они в этот раз сыграли хорошо. Отлично, красавцы. Плюс также добавлю, что я не предиктил на ребят слева, потому что там фурион Дарк Сир. Чтобы я предиктил на фурион Дарк Сир, это надо постараться. Нас, конечно же, Митяй сказал, мы за этих, но... Да, да, да. Ну, как бы Митяй сказал, вот и матч. Мы, смотри, короче, смотри, смотри, рассказывай. Мы не спина к спине, Митяй. Димон, не знаю насчет спина к спине ничего про это, но типа спина к моему животу и определенных местах по итогам твоего встреча. Вот, идем дальше. Смотри, у имперцев все герои что-то делают. Представим, Леон смотрит на Медузу. Луан, держись. Медуза хочет бить. Леон дает ей хекс, там герой что-то делает. Дэдхантер смотрит на Медузу. Она хочет бить, он ей дебафает урон, дает ей минус броню. Элдер Титан вообще без вариантов. Он просто выносит Медузу вперед ногами. Если он находится рядом, все, Медузы нет. И вот каждый герой, имперцев, что-то делает. Даже Эмбер что-то делает, он там нормальный урон вносит. Ну и чайный. Он такой боец, который неконтактный ему. А теперь представим на секунду, вот закроем глаза и представим, что вот есть Ланцер, и вот что делает Фурион? Вот представим на секунду, что делает Фурион? Вот что он делает? Больших пеньков и маленьких пеньков. Да. Он покупает дистанции Абстера. А также спонсор паузы перед началом игры. Нет, это потом. Подожди, Вова, не прыгай, не прыгай. То есть что делает Фурион? Вот что он делает? Я стою, я не прыгаю. Вот, он ничего не делает. Ланцер продолжает бить. Потом мы берем Дарксира. Если он не делает иллюзию Ланцера, вот представим, что он не делает иллюзию Ланцера. Что он делает? Тоже ничего. Еще один юзерис. Поэтому вот что Дарксир и что Фурион, это еще два юзерис. Еще интересный показатель урона по вышкам от Медузы. Нефу малый. И зато Fight Participation 100%. Ты и черт с ней, понимаешь, ей в этой игре было тяжело. Вот и в конце концов у меня была надежда, что Фурион хотя бы не будет воровать фарму своей команде. Он позволит одеться. Вот Спирит, у которой является кормом. Он позволит, черт возьми, одеться своим кормом, чтобы они носили хоть какой-то импакт, но... Да. Fight Participation 150. Это как вообще? В общем, Фурион все забрал. У нас Росстат считал. Да, то есть суммарная команда сделала 4 убийства или ассиста, но кто-то сделал 6. Хорошо. Да, это жестко на самом деле. Эй, а где Фурион? Я не понял, почему Фурион не показали. Верните Фурион. Короче, Фурион забрал весь фарм всей команды. Летает для какой? Топ-2 Нетферс, а толку? Толку от него. Друзья, у нас осталась третья карта, но прежде чем мы уйдем, для вас информация, сейчас стрим будет перезапущен, поэтому вы не волнуйтесь, он скоро поднимется. После перезапуска и небольшой паузы третья карта.